Следующий тип ускорителей, который мы рассмотрим, это линейные индукционные ускорители или линейные бета-троны. Принцип действия их достаточно прост. Это набор ферромагнитных сердечников, так называемых индукторов. Это кольцевые сердечники, вокруг каждого из которых намотана обмотка, через которую пропускается импульс электрического тока. При изменении магнитного поля возникает вихревое электрическое поле вокруг этого сердечника, которое концентрируется на его оси с помощью специального металлического экрана. По оси набора таких сердечников как раз и ускоряется пучок. Импульсы тока даются со специальной задержкой по времени, чтобы при прохождении каждого индуктора пучок набирал энергию. Такие ускорители начали строиться после Второй мировой войны. И одним из лидеров в мире по созданию таких ускорителей был как раз Объединенный институт ядерных исследований. Здесь вы можете видеть фотографию индуктора первого дубнинского ускорителя под названием Силунт. В Дубне развитие таких ускорителей было связано с разработкой коллективных методов ускорения. В настоящее время индукционные ускорители используются как драйверы для мазеров на свободных электронах. А само мазерное излучение, коэрентное радиоизлучение, может использоваться как для проведения различных технологических процессов, так и достаточно перспективные разработки в нашем институте есть по возможности использования этих ускорителей для лечения раковых заболеваний. Следующий тип – линейные резонансные ускорители, высокочастотные резонансные ускорители. И у них есть свое небольшое подразделение. Есть ускорители настоящей волны, и исторически они появились первыми. Разновидности ускорителей настоящей электромагнитной волны – это структуры с трубками дрейфа, либо фокусировка радиочастотными квадрополями. В русском языке принят термин «пространственно-однородная квадропольная фокусировка». Первый ускоритель такого типа был построен Рольфом Видероем в 1928 году. Это была чисто демонстрационная версия, которая должна была показать сам принцип. И сложность использования электрического поля электромагнитной волны заключается в том, что за время ускорения электрическое поле многократно меняет свое направление с ускоряющего на тормозящий и обратно. И для того, чтобы обеспечить устойчивый набор энергии, нужно выполнить некое резонансное условие. Видероем предложил структуру, которая состоит из последовательности трубок дрейфа. Трубка дрейфа – это металлический цилиндр, внутри которого электрическое поле отсутствует. Электрическое поле сосредоточено только в зазорах между соседними трубками дрейфа. К соседним трубкам дрейфа приложено переменное напряжение. Для того, чтобы частица устойчиво ускорялась, время пролета между соседними зазорами между трубками дрейфа было равно полпериода высокочастотного поля. В этом случае частица попадает в каждый зазор все время в ускоряющей фазе. Сам первый ускоритель Видероя содержал всего два ускоряющих зазора, ускорял до 35 кВт и ускорителем как таковым не являлся. Но в дальнейшем на этом принципе были построены многочисленные ускорители. Другой тип ускорителя на стоячей волне был предложен Луисом Альваритсом. И первый вариант такого ускорителя был построен в 1945 году. Этот ускоритель вошел как легендарная установка в физический фольклор. Это был построен только первый резонатор. Диаметр резонатора был 17 метров. Трубки дрейфа, которые располагались в поясе резонатора, весили примерно 2 тонны каждая, завозились внутрь резонатора на грузовике. И с помощью крана поднимали свое рабочее положение. Этот ускоритель так и не заработал, ввиду того, что не удалось ввести необходимую величину электромагнитной мощности из-за высокочастотных пробоев. В дальнейшем Альваритс переработал конструкцию, ускоритель стал более компактный. И ускорители на так называемом Е-резонаторе в настоящее время называются ускорителями типа Альваритса. Ускоритель с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой в 1970 году был предложен в Советском Союзе такими известными нашими ускорительщиками, как Копчинский и Тепляков. Первый такой ускоритель был построен в Институте физики высоких энергий в Протвино, на котором была продемонстрирована работоспособность самого принципа. Устроен он достаточно просто. Это четыре стержня, которым через один приложено переменное напряжение, и у которых есть модуляция диаметра этого стержня по длине. В настоящее время имеется большое количество разновидностей резонаторов, с помощью которых питается такая четырехпроводная линия. У нас в Объединенном институте ядерных исследований есть два таких ускорителя. Один из них является элементом инжекционной цепочки для легких ионов для комплекса НИКа и для нуклатрона. Эта цепочка инжекционная для легких ионов состоит из небольшого ускорителя с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой и ускорителя типа Альваритса. Первоначально этот ускоритель создавался для инжекции в синхрофазотрон, потом он использовался для инжекции в нуклатрон, и в будущем будет использоваться для инжекции в нуклатрон уже в рамках проекта НИКа. Этот ускоритель называется Лу-20, он ускоряет протоны до 20 мев, а легкие ионы он ускоряет до 5 мев на нуклон. Второй ускоритель на стоячей волне, который есть в Объединенном институте ядерных исследований, это тоже один из элементов будущего комплекса НИКа. Это ускоритель ионов золота, который состоит из одной секции с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой и двух секций с трубками дрейфа, которые работают на специальном типе резонаторов. Этот ускоритель был введен в эксплуатацию в 2016 году, и это первый работающий элемент будущего комплекса НИКа. Субтитры создавал DimaTorzok